Всем привет! Сегодня на сильном разговоре у нас гость, гость с администрацией железнодорожного района, глава администрации железнодорожного района. Здравствуйте! Здравствуйте! Я очень рад, что вы приняли мое приглашение. Может быть, оно было немножко эмоциональным, но я же блогер, поэтому я прошу на меня не сердиться сильно. Первый вопрос у меня такой. Многие кандидаты идут со своими идеями. Не помню, что Владимир идет с идеей питчмент президента. Гонцевич идет по сельскому хозяйству, какие-то реформы интересные. С чем идете вы? Во-первых, при этой встрече я первое хотел бы немножко отойти от формата, возможно, который вы ведете как определенная система СМИ. Я хотел бы вам сказать спасибо за то, что вы пригласили. Я, честно говоря, как глава района и представитель власти, был не уверен в силе вашего характера, вашего СМИ, которое позволит в таком формате для определенного, скажем, слоя населения, которое смотрит, вы позволите высказать точку зрения. Действительно, в ракурсе человека, который там изнутри, они постоянно, тех, кто приходит и говорит только в едином ресурсе, который мы как бы озвучили, представляя картину с одной стороны, что вы рискнете показать вторую сторону медали. То есть, как бы для меня это было таким приятным моментом, поэтому я вам за это благодарен. Ну и с учетом того, что сегодня праздник, праздничный день, мы встречаемся как бы в старом времени, любезно согласились нам представить это помещение. Я хочу сказать, что если некоторая молодежь как бы этот праздник пытается от себя отдалить, то чтобы хотя бы молодежь помнила, что это праздник молодости, юности их родителей и относились как бы с уважением. Поэтому я хотел бы, чтобы в этот праздничный день у нас в нашем диалоге не возникало жестких и резких таких конфликтов. Он шел в мирном, в нормальном русле, который сегодня как бы в целом и свойственен белорусскому народу. Мы одна из республик, которая как бы пошла без потрясений. Россия, Украина, я имею в виду военных конфликтов, где жертвы были в плане военных конфликтов. Хотел бы, чтобы так же дальше все это представлялось. Если вопрос, который мне задали, не будем называть как бы их оппонентами, а те люди, которые высказали свою точку зрения, депутаты, как представители от народа, то я не буду говорить как глава, да, взятая. Я просто вот ощущения скажу простым человеком, да, с учетом того, что я родился, вырос здесь, в городе Гомеле. Если вы позволите, я потом покомментирую некоторые комментарии, которые давались после вашего выступления, приглашения, которые как бы прошли. Читали, да? Читал, конечно. Некоторые меня по-человечески очень задели. Что-то, чем так в некоторых вещах говорить, это не для того. Ну, если брать как личность первую фамилию, я не буду называть, которую вы назвали, да? То есть, понятно, это давно эту философию, вопросы изучили наука психологии, психологии. И они давно говорят, когда человек, чтобы его заметили и увидели, нужно что? Нужно захватить фигуру, которая знакома и которую уже знает, да? Нужно вступить с ней в конфликт. Поэтому издревле всегда говорили, что, я прошу сказать, издревле, это пословица из древня, да? Что негоже там дворянам, высшему слою, да? Я понимаю, потому что это теряется. Поэтому за счет этого человек принимает абсолютно другой импульс, и чтобы его заметили. Мне, как бывшему сотруднику внутренних дел, да? Накануне праздника, 10 ноября, день советской милиции, все ветераны, конечно, помню. Я думаю, ряду ветеранам не совсем приятно, что человек из наших рядов, который был, скорее всего, коммунистом, но то, что комсомольцем, пионером и октябренком был, и там была своя философия жизни. Жизни принципиальные, отношения к товарищам, друзьям, да, все это. И сегодня так быстро поменяться и так быстро стать, да? И значит, абсолютно другую игру, другие правила игры. Для меня, как бы, это абсолютно, ну, неприемлемо. Если задаться речи исключительно такого политического плана, да? Я смотрел его интервью тоже, да? Да, мы снимали. Он задел тему людовых дворцов. Ну, теперь давайте обратимся к родителям, больше тысячи родителей. В школе только в городе Гомеле в хоккей играют, да? Давайте обратимся к Владу Кадула. 13 лет, в школе он начинал у нас играть, да? Гомельская школа поставила его на коньки. Гомельская школа дала ему путевку в жизни. Сейчас он играет в российском КХЛ, в север Стали, наш гомельчанин. Почему он уехал? Не будет Ледового дворца? Понятно, не будет. Второй вопрос я, как бы, отвечу, да? Есть сегодня, я в детстве, в юности дружил с Владимиром Скориным, да? По стечению обстоятельств сегодня его сын играет у нас в хоккейном клубе, да? Я как председатель федерации, он тоже с детства пошел. Он председатель федерации, да, хоккея? Хоккея Гомельской области. Да, я не знал. Его сейчас вызывают в нашу сборную республики по хоккею. Парень, который воз в Лотове, все, вот они. 13 мальчишек в прошлом году получили кандидатов мастеров спорта. Гомель обыграл в Лионе, в Лионе, обыграл их местную команду на континентальном кубке. Вот, сегодня эти люди тоже должны сказать свою оценку. А не просто ходить и смотреть, когда идет он в майке, удивляться. Ну да, молодец там. Ну безусловно, мне кажется, он рассказывает свою позицию и он объясняет, почему у него... Позиция, раз мы с вами затронули депутатов, это позиция людей. Безусловно. Это позиция интересная, которая должна быть от граждан. Да, а найти он, изучить эту ситуацию. И можно, конечно, противоставлять и делать эти противоставления, как бы вырывая единый сегмент. Можно подойти, скажем, к бабушке, задать ей вопрос про Ледовый дворец, нужен ли он вам. Она ответит, конечно, нет, мне лучше больница. Ну да. Правильно? Да, да. И на этом начинать разыгрывать. Ну и для того государства, чтобы это были в комплексе, социальные вопросы и наш президент на это направление. А если пойти глубже, да, то дворцы мы стали строить 20 лет назад, да? 20. 20, да. Сегодня нас догоняет современная, современная наука сюда. И мы видим, что ряд профессий через 10-15 лет они исчезнут. Безусловно. Кем будут белорусы тогда? Ну вот это вопрос. А сегодня есть платформа, одна из платформ спорта, о которой говорит президент. А спорт мы с вами прекрасно знаем с Древней Грецией и всегда будет. Поэтому сегодня белорусы, то, что открывает глава государства, должны спокойно занимать нишу. И почему на прошлую Олимпиаду не уехали наши грибцы? Мы с вами прекрасно понимаем. Да, извинились за то, что допинг мы признали. Но понятно, чтобы мы были там лидеры. Школа признается в наши уже гребли. Ее признали во всем мире, пожалуйста, в наши грибцы. Точно такие другие виды спорта потихоньку начинают приобретать. Как бы хоккей, детвора тренируются, детвора занимаются. То, что второй человек говорит, если отходя с позиций жителей того округа, по которому он выдвигается. Ну мне честно, как бы, ну наверное не только мне, а и остальным гражданам простым. Сложно понять, почему речь в городском районе вдруг поднимается о агротуризме и фермерстве, о ведении там сельского хозяйства. Ну как гражданин, наверное, не совсем. Ну может, конечно, это импонирует. Там коза, корова, которая пришла, да, там посмотрели, может быть. Но это не должно являться таким основным критерием для граждан в выборе, как бы, того или иного кандидата. Это я говорю, ну как гражданин. Те высказывания, которые просто-то, ну, произносил в своем виде рекламы, я бы как отец и остальные, наверное, задумались. Сегодня говорить о том, что человек разрешал все там выпивать и тому подобное. Ну, детям, которым мы 21 года, и на этом зарабатывать деньги, ну, наверное, да. Дальнейшее движение я из этой страны улечу. Ну, сегодня никто не запрещает. Да, я родился в Советском Союзе, да, у нас была железная занавесь, это была сложная ситуация, сложные, как бы, вопросы. Ну и то мы могли с Беларуси переехать в Россию, Украину, Казахстан, куда угодно, да. Ну, было даже попроще, наверное. Двигаться по территории, да, как бы, советского пространства, на зарубежье ехать. Сегодня открыто зарубежье, пожалуйста, пожалуйста, езжайте. Но ситуация в том, мы сегодня возьмем простых людей, простую профессию, да, если ты профессионал. О чем сегодня, как бы, не скрывая, говорят публично, строители. Если у него хорошие руки, все, его ждут. Пожалуйста, он ездит. Если хороший доктор ждут, хороший учитель ждут, пожалуйста, обеспечивают зарплату, точно как и наш хоккеист. Он хороший хоккеист, его заметили россияне в 13 лет. Его в 13 лет забрали. Посмотрели селектора и его взяли в 13 лет, то есть рассмотрели. Это тоже, говорит, о уровне к профессионалу. В 13 лет он с родителями уехал. Ну, наверное, обучает, наверное, профессионал. Конечно. И живет, как бы, в знаковой команде, как бы, играет в Северставе. Но обидно, что он уехал. Почему он не у нас играет? Я хотел, чтобы он играл у нас. Но мы же с вами говорим о свободе, да? Безусловно. Хорошо, что свободы нет. Не, ну было бы классно, но в жизни. Нет, тоже, как бы, обидно, что сегодня вложили, поставили на коньки, государство внесло определенные затраты, тренер, все это, и человек, как бы, уезжает. Но мы говорим о свободе и праве выбора, и сложно остановить. Но в этой ситуации мы должны уже говорить не о потере своего игрока, от чего он уехал, да? А мы должны начинать говорить о том, что в Гомель уже возрождается школа хоккея, которую он может воспитывать. Точно, как и наша система образования. Когда построили Ледовый дворец, у нас хоккейный клуб Гомель играл, ну просто, круто, крутейше. А потом произошла ситуация, что многих игроков забрали в Нинск. И мы очень как-то так вот ослабли. Вот сейчас вы говорите, мы снова начинаем набирать обороты, вот, ну непонятно. Но на самом деле, самый главный вопрос из моего вопроса был, я хотел услышать вашу идею. Понятно, что у Владимира Непомнящих есть четкая своя позиция, да? У Гонцевича есть тоже позиция, которую ему дали, да? Я хотел бы... Это ваша предвыборная... Да, давайте, чтобы я как бы... Мне не удалось лукавиться. То, что уже как бы есть, то, что вам отсюда понравится, вы выбираете говорить, и мы обсуждаем, как я это буду, ну, реализовывать, или видение этих процессов. Но если можно, то есть я сразу, чтобы не забыл про комментарии, которые были комментарии, чтобы немножко как бы обсудить, для чего это люди. Ну, самое основное из комментариев у меня как бы задел вопрос, который проходил под псевдонимом Дед Талаш, да? Дед Талаш для всех и для меня понятен с детства как герой. В то же время он выбрасывал такие фразы, что Уткин, русская наволочь, за Урал и тому подобное, да? Ну, для сведения, если уже человек взял себе такой псевдоним Дед Талаш, то он должен прекрасно понимать, что Федор Уткин – это был командир народного ополчения, который город Гомель защищал, когда немцы наступали. И когда входили в деревню Прудок со стороны, Хонза пулеметчика, которого убили, взял и отражал немецкие атаки. И в этом бою погиб. Командир ополчения Гомельского защищал город, когда наступали немцы. Он должен это знать. Поэтому либо он должен поменять Талаша на абсолютно другой критерий. Ближе к фашистам, кто с другой стороны написал. Либо читать историю, прежде чем говорить, вспоминать о каких-то вещах. Второй момент, когда там говорили про Кубки, то, что вы показали. Это Кубки не мои, это Кубки то, что заработала команда Железнодорожного района. И грамоты – это Железнодорожный район. Работал вместе, я как бы не один. У меня один стоит в кабинете, Кубок – это за стрельбу. Второе место, когда у нас соревнования среди руководителей устраиваются. Но, чтобы вы понимали, я служу во внутренних войсках. Это каждый день с боевым оружием. Это специфическая служба, немножко отличающаяся от других. Это постоянная стрельба. Поэтому никто мне там гвоздиком дырочки мишени не делал. То, что предложили вам выйти со мной на ринг, попробовать, то как бы для сведений. Я не зря оказался на тех соревнованиях, где вы меня очень удачно сняли и очень удачно как бы так выдернули, спровоцировали, что я, конечно, сложно мне было как бы отступать в этой ситуации. В этом зале в 83-м году я был одним из участников соревнований по карате. Тогда у нас было в городе три школы. Это школа Павлючкова, школа Сазаева и школа Гаевска. Вот мы делились с собой. Ну и при Динамо общество, милиция тоже было. Вот тогда эти были, наверное, первые соревнования, и меня пригласили исключительно как ветерана. Но еще добавлю. Участь в Киевской высшей школе милиции в 1990 году я был чемпионом Киева по карате. На всякий случай 4 миллиона населения. В 1991 серебряный призер, и в 1991 свыше весовой категории. У меня была высовой категория 82 килограмма, но учитывая, что у нас в команде не было тяжел, то есть я выступал свыше 95. Разница весовой категории по рукопашному бою среди силовых структур. Там у меня третье место, бронзовое было. Поэтому те люди, которые говорят, и такие вбрасывания делают, ну, мне нужно спекулировать и подталкивать, когда вы абсолютно не знаете человека. Я думаю, наши зрители просто помогали мне такими комментариями. Я слежу, чтобы не было оскорблений, но когда их тысячи, допустим, комментарий, мне очень сложно, и бывает что-то пропускают. То есть у нас есть условия. Мы не удаляем комментарии никакие, кроме прямых оскорблений. Ну, то есть люди должны высказываться. Я как бы ни в коем случае как бы не имею отношения, не связанно прямую комментарии с вами, с вашей как бы командой, которая как бы здесь присутствует. Я увидел вашу подготовку, увидел как бы высокий профессионализм, но и с какой-то стороны позавидовал, что вот такой мобильности и для наших, для государственных СМИ, что так активно, профессионально все как бы это делалось. И вот то, что я еще раз хочу сказать вам спасибо, что вы предоставили свою площадку, сказать. Поэтому мы независимы. Сказать, просмотрев все как бы ролики, которые как бы с вашей, скажем, площадки СМИ летели, у меня было очень мало уверенно, что вы позволите сказать то, что думаю я человек, который 50 лет прожил, и от маляра я обращаю внимание. Первая моя рабочая профессия маляр, и ГБТУ-22, я кончу. Расскажите, как можно с маляра стать главой администрации самого большого района города? Ну, если сказать, что есть какой-то детальный секрет, на это я, наверное, как бы, ну, сложно ответить. Если одним словом, то та совокупность моментов, которые мне пришлось на различных этапах жизни пройти, это та же служба в армии, служба в МВД, занятие спортом, да, умение принимать, ну, мы же зачастую говорим, что спортсмены, это как бы, ну, боксер, там, голова отбита, еще что-то. В доле секунды, в доле секунды тоже должен принимать решение, потому что рядом с тобой реальный противник, ты понимаешь, что будет. В доле секунды, и это мгновенное принятие решения. Поэтому я пришел специалистом первой категории в областной исполнительный комитет. Мать у меня приехала из Будокошелевского района в те далекие годы, и чтобы получить паспорт, она работала на стройке. Отец у меня кабельщик-спайщик, у меня как бы, ну, никакого нету такого партийного кумовства или еще. И вот эти навыки, жизни которой и в армии, и везде как бы приобретенные в спорте, по всей вероятности, они и характер, который боевые как бы искусства дают, вот, наверное, позволяли адаптироваться, принимать решения. Я, ну, специалистом первой категории пришел, ни главным, ни ведущим, первым в отдел по обращениям граждан. И планомерно, наверное, как бы руководители, люди видели, что можно доверить решению вопросов. Буквально стал главным специалистом, мне доверяли очень сложные вопросы в разбирательствах, например. В те времена нужно было выезжать, там были какие-то обращения, там, как всегда, анонимки в адрес председателя, зампредседателя Брикова и получали ряд вопросов. С учетом того, что уже потом я возглавил отдел по обращениям граждан и правового обеспечения область полкома, это координация принятия всех решений, которые должны быть в рамках законодательства, все это, тысячи решений, плюс курирование всех системных отношений среди граждан власти, решения вопросов. Руководство, я думаю, постепенно как бы замечало это движение. Ну, а если вы знаете, как бы ту историю, когда я возглавлял Главное управление ведомственного контроля, при этом создавая его, был принят указ президента по объединению, мы его как бы создавали, не пришли, как бы прыгнули в готовую калошу, там, лодку, машину и поехали. Мы его создали и с колес как бы запустили. Был период, когда практически полгода я в Лове параллельно исполнял обязанности председателя Лове-скороисполкома. Тогда была четкая установка, и мы должны к первому январю выполнить указ президента. Опять-таки, я прошу, чтобы услышали, а вы не вырезали, что делал глава государства. Он обязал, чтобы поднять сельское хозяйство, построить древнерно-молочные блоки и плюс сарай к ним. Молоко, это всегда живые деньги. Так вот, за этот период как бы удалось выполнить. Это мы построили 8 древнерно-молочных блоков, которые в каждом колхозе были, и 13 сараев. Из этих 13 сараев люди, которые понимают и смотрят, они должны осознать, что 5 сараев для крупного рогатого скота были построены хозяйственным способом. По указам президента я еще хотел бы задать чуть позже вопрос. Смотрите, у вас достойная должность сейчас, из глав администрации у вас самый большой район, соответственно, можно сказать, что это самая большая ответственность. Какая мотивация у вас идти в парламент? Зачем это вам? Я здесь вернусь к своей старой работе и весь механизм. Планомерно я по своей профессии юрист работал. Завершил академию президента, получил еще с квалификацией юрист международный. Работая с обращениями граждан, я изучил механизм и знаю те проблемы, которые существуют людей, когда специально зачастую на этом спекулируют, чтобы подняться. Но, как для юриста, конечно, одна из высших таких стадий это депутатство. Я не говорю, что депутаты для других профессий. Но, если, наверное, я был строителем, то я старался бы стать директором треста и что-то такого. Как для юриста, понятно, что депутатский корпус, это принятие законодательства, правил жизни и игры для страны, это для меня определенный такой пик. Как глава, я больше хозяйственный, больше управленец, который формирует команду, чтобы она могла выполнять те задачи, которые ставятся. А здесь, как мое юриста, чем можно как бы ходить по профессии, к чему я учился, что вот этот результат. У нас в городе есть недострой. Это поликлиника на Мазурово должна была быть сдана в 2013 году. Это строительство на Брате Лизюковых лечебно-оздоровительный центр и медицинский центр по улице Быховская. Там их 13 недостроев. Насколько я смотрю телевизоры, мы с вами обсуждали приказ президента. Почему я очень сильно задавал это прошлому оппоненту из депутатского курса вашему оппоненту. Фисенко Владислав, мне стоит вопрос. Президент дает указания и дает деньги. Вот эти три объекта, которые я назвал, они не реализованы. У меня вопрос. Как это работает? Это невыполненный указ президента. Первое, с учетом того, что мне гораздо легче отвечать, это не железнодорожный район. Как? Но он же находится. Это центральный район. Поэтому это первая ситуация. но исходя из позиции финансирования, это больше как бы вопросом нужно как бы скорее всего как и территориальный признак, наверное, нужно как бы задавать отраслевикам, с чем как бы это связано, почему не было финансирования. Есть заказчик, кто должен был выполнять эту работу. Я прошу прощения, финансирование было, президент выделил. Я хочу отметить, извините, я перебью, хочу отметить очень важный момент, чтобы вы понимали именно моя позиция вопроса. Лыжеровин на трассе. Президент выделил деньги, контролировал, сделали. Срок, четко, красиво, все. Строит поликлинику, контролирует, все. И денег хватает, и сроки выполняются. Отдает деньги нам в город, раз, два, три, четыре, мы чуть позже еще к туалетам к этим вернемся, то есть туалеты мы строим, поликлинику не строим. И мне кажется, что тут, ну тут, мы говорим про оппозицию, мне кажется, что в данный случай те, кто отвечал за эти вот объекты, непосредственно самая жесткая оппозиция президента. Вот почему? Потому что я, я допустим расстроен, люди же не могут пользоваться этой инфраструктурой, я понимаю, что может быть сложности какие-то были, но если была дана проектно-осметная документация, выделены были средства, президент дал указание в первую очередь строить социальную инфраструктуру ИОП. Еще раз, это центральный район и скорее всего как бы за этой тематикой как бы отвечали отрасляки, я не то, что как бы на своего коллегу, я детально этого вопроса не знаю, потому что это не мой объект, да, то, что касается территории железнодорожного района, где вот, скажем, тоже корона строились, да, эти моменты двигаются к контролюции, может быть, это отраслевая какая-то проблема, да, система здравоохранения, возможно заказчик где-то подвел, может заказчик не справился и с ним как бы разбирались, но сейчас как бы поликлиника уже как бы достраивается, уже там видно, как бы движение идет, не то, что она там мертвым грузом умерла, правильно? 6 лет, 6 лет, 6 лет. Да, период длительный, но на этот вопрос можно ответить, чтобы не завести ни у кого заблуждение, те же люди получили от нас с вами достоверную информацию, я не смогу достоверно сказать, если вот... Я просто хотел понять, как они будут нести за это ответственность, ну вот, непосредственно, вы же понимаете, что вот, я смотрю по телевизору, если как человек, я, конечно, могу сказать, что я не хотел бы, чтобы мой коллега пострадал, потому что не все зависит от него. От кого зависит? Ну, знаете, какие ситуации, пошел дождь, ни от вас, ни от меня не зависит, только успел я зонтик открыть, не успел, или я там под крышей, я не могу, если просто степень привлечения к ответственности, которую мы взяли, безусловно, то ее глава государства уже осудил один раз, да, то, что было в отношении 15-й школы, и мы услышали о себе, чиновники, кто мы, и что мы, да, и мне стыдно тоже за это. Со школы 15-го очень интересный вопрос, что там без разбора, почему вся проблема случилась, не случилась проблема, потому что он уволили директора, да, проблема была в том, что они не разобрались в ситуации, чтобы закрыть вопрос, да, и от себя отвести удар, они попросту уволили директора, да, и потом президент сказал, что, ребята, ну как так, ну как без разбора, то есть суть была, ну, президентская речь, насколько я ее понял, что те чиновники, которые непосредственно, вот, принимали это решение, без разбора, причем уволены были чиновники, да, Порошин и КПА, по-моему, да, с Белицы, да, вот я просто, ну, никогда с ними не контактировал, да, но я точно знаю, что КПА постоянно с людьми, с активистами, с Белицы, грабила траву в лесах, да, сейчас она уволена, причем здесь есть определенные чиновники, которые принимали решение и не уволены, это, ну, вот, как это работает, я не знаю, но это ладно, с этими недостроями и корону, мы зацепили вопрос короны, с короной же тоже были вопросы, до, с 10-го, по-моему, по 14-й год, да, никто даже не пытался, точнее так, никто даже не хотел, вы понимаете, те, кто должны были заниматься этим, да, они попросту оставили это на самом деле, отек, вы же понимаете, да, иногда чиновник, чиновник, да, не обидное слово, но чиновник или руководитель непосредственно должен идти на непопулярные меры для того, чтобы улучшить жизнь людей, вы понимаете, я знаю, что с 10-го до 14-й год никто этим не занимался, был непростой процесс, непростой период, не исключено, может быть, если с позиции такого, как политика тонкого, или еще какой-то ситуации, может быть, конечно, на первой стадии, когда ты заходишь в район, и перед тобой ставится именно такая серьезная задача, это 200 человек действующих, это, конечно, определенный конфликт, потратили на это период времени, как бы результат достигнут, он положительный, да, пришлось, как бы, показывать тоже свой характер, выступать в конфликт, в конфликт, что люди не хотели переезжать из этих насиженных, скажем, мест, но это, но это въезд в город, это есть город, и в такой ситуации, я думаю, все жители, большинство, как бы, это оценили, но вы пошли на непопулярные меры, и задача, да, ну вот, а здесь задача тоже стоит про поликлиники, и задача, которую, как бы, нужно было выполнить, мы с ней справились, выполнили параллельно в этот же период, и карусель стоилась, но с учетом того, что на первичной этапе, скажем, мы вошли в эту деятельность, мы нормально есть с кооперативом, мы с инвесторами переговорили, и этот кооператив, ну, гораздо быстрее переехал, и карусель быстрее построил, чем вы его, ну, задача выполнена, противостояние завершено, и сейчас люди, как бы, абсолютно другую оценку дают. Ну, у вас есть 20, там, с лишним выговоров, да, я знаю, что последний из выговоров был вам дан в последний день перед депутатским отпуском, да, это непосредственно меня еще, и этот момент подстегнул для того, чтобы я вас позвал на разговор, да, как так, 20, ну, или там, 24, я вот уже, я понимаю, мы сейчас говорим про недострой, да, я же знаю непосредственно, кто за это отвечает, знаю, и сейчас я говорю о том, что была пробита корона, а до этого не было пробитой короны, и я сейчас непосредственно задаю вам вопрос, 20 выговоров с горосполкома, 20, 20, это, ну, это серьезно, за что, за что, ну, 20 штук, ну, это, ну, что происходит, мне, как жителю города, хочется знать, что происходит в нашем городе. Если, как бы так понятно, что одним словом на это ответить невозможно ситуации, ну, да, да, я хочу сказать, чтобы у людей не сложилось определенное мнение, да, что вся предыдущая моя деятельность в областном исполнительном комитете и в том же самом городском исполнительном комитете управляющим делами и в Лоеве, возвращаясь из Лоева, губернатор за то, что мы в срок все сделали, при этом еще мы, я туда пришел, по-моему, было где-то под 88, или не дотягиваю чуть-чуть до 90. И, броя, что бы вы не сказали это, что бы вы это не сказали, это мой был следующий вопрос, почему я задал именно про 20. Насколько я знаю, интернет знает все, вас награждал президент, его был сполком, награждал, да? Ну вот, я же вижу, да, вот смотрите. глава государства, просто как бы, есть от него, ну, там, благодарственные письма, это такая, ну, это тоже важно, а тут 20 выговоров, 20, сколько точно, сколько точно, я просто знаю, что за 20. Когда за 20 зашло, как бы, перестал считать, ну, или 21, или 22, там, так, почему? Если, как бы, отнестись, вот, как бы, философски, как бы, то можно сказать, что, работая в областной структуре, в областях, всегда, как бы, я ехал, наверное, в Мерседесе, тут мне пришлось пересесть на Жигули, и, понятно, с автоматической коробкой, я на Мерседесе ехал хорошо, ну, тут сейчас механическая коробка передач, понятно, со стороны инструктора, есть проблемы, пока там я переключаюсь, еще какие-то вопросы, но я думаю, что на финиш, все равно, я приехал, обогнал Мерседес, но по пути, пока у меня там были сбои, чтобы я правильно там правил, а это, я думаю, за этот период, как бы, была, как бы, удостоена одна часть, сложный район, да, технический, большой и сложный, я бы никогда не сказал, что это сложный район, и вот я в нем 5 лет отработал, я хочу сказать, это дружный директорский корпус, с учетом того, что мы выполняли не только задачи экономического плана, это были выборы политические, это отработали единой семьей, и я бы не говорил, что это сложный район, и успешные люди, с учетом того, что нам удалось и воду в Костяковку провести, то как бы... Об этом мы, кстати, тоже поговорим, да, ну и есть как бы такой еще один оттенок можно как бы преподнести в этой такой, ну, такой антинаградной деятельности, можно так вот, если уйти в сторону, такой параллель, когда приходят, вернувшись с разведки, ну и приходят как бы штабники и говорят, что так, надо брать высоту, ты объясняешь, мы же только с разведки, только же вернулись, взяли языка, только вернулись, там же Иванов должен был, взвод его туда, говорит, нет, Иванов взвод заболел, поэтому, ребята, надо, ну, конечно, собираемся, идем, успешно получается, задача, опять штабники приходят на высоту, ну и говорят, уже когда построились, докладывали, что ж тебе, как ты мог сапоги так выбазать, начинаешь объяснять, что там, бежать надо было, грязь, грязь, да, понятно, а с патронами что, ну, так патроны, мы же там высоту брали, мы в разведку ходили, там языка нужно было брать, там мы не стреляли, потому что это было втихаря, нас не заметили, а здесь, конечно, пришлось пострелять, фрицы сволочи сопротивлялись, да ясно, ну так с патронами, может, ну любой войти, как вот так, ну надо было так, поэкономнее, значит, даже не просто все, вот поэтому, вам наряд не очень, ясно, хотя бы, хотя бы, вот, один случай, вот этого выговора, один из самых ярких, чтобы я вместе с зрителями, хотя бы примерно понимал, каким образом они спрашивают, за вот эту грязную обувь и патроны, давайте пойдем к депутатству, окей, просто у меня очень интересный вопрос, это да, по депутатству, если вы станете депутатом, как мое мнение, я в этом не сомневаюсь, какие планы, и что вы можете предложить такого, да, чего не могут предложить другие, и чтобы все здесь сидящие, да, голосовали за вас, я специально с собой принес, как бы, эти, все анкеты, во-первых, я могу сказать о себе, по анкете, вы ее сами создавали, да, могу сказать о себе, чтобы голосовали за меня, как бы, за человека, почему, да, потому что я в этой системе, проработал, 25 лет, будучи начальником, главным специалистом, отделом, специалистом первой категории, отдела по обращению граждан, и правовому обеспечению, я занимался этим вопросом, защитой, вникал в законы, и знаю те проблемы, которые существуют, и как их решать, механизм, механизм решения, я знаю, как постучаться в кабинет, к чиновнику, я знаю, как зайти, я знаю, как беседовать, я знаю, как предлагать варианты решения, которые интересуют граждан, я их знаю, как решать, и, будучи депутатом, уже моим коллегам сегодняшним, будет гораздо сложнее, гораздо сложнее уходить и предлагать, что-то, ну, по-простому сказать, повесить лапшу на уши, гораздо сложнее, и тем самым, будущий депутат, одна из встреч, которая проходила главы государства в академии управления, он сказал, нужен другой парламент, для меня депутаты, которые смогут, да, отстоять и защитить, почему я, Гомель, 15-я школа в академии, там есть депутаты, это механизм, до судебной разборки депутат, он должен, он не должен подводить, если касается округ, это маленький округ, он не должен подводить губернатора, депутата, который, на этой территории, да, это властью, он не должен подводить премьер-министра, это тоже власть, и депутат не должен подводить президента, своего непосредственного руководителя, да, председателя палаты, раз он за эту территорию отвечает, значит, вот эти два института власти, исполнительную, законодательную, он должен не опорчать, а это работа, это диалог с людьми, и знание решения проблемы, которая возникает, приходить не в, весной, а если у нас сегодня есть проблема в железнодорожном районе, то приходить по осени, когда формируете бюджет, заходить в систему ЖКХ, и беседовать с ними, ребята, у нас проблема вот здесь, поэтому если вы планируете что-то по линии ЖКХ, какие-то деньги, и вот это делать, то это незаметно, это еще люди вам простят, потому что год это еще простоит, а вот эту тематику, на которую вы не планируете, вам уже нужно посмотреть, поэтому я себя предлагаю как профессионала, поэтому на минуту, давайте мы с вами представим, когда в больницу зайдут строители, будут выполнять функции врачей, понимаете, через неделю, поэтому я знаю, я не предлагаю на территории железнодорожного района, своего округа, поднимать вопрос экотуризма или сельского хозяйства, и не поднимаю вопрос, который поднимал в больницу, я говорю о том, что сегодня интересуют людей, я вчера был на встрече, беседовал, люди задавали вопрос о лекарствах, о пенсиях, связь дорогая, я сразу достал свою, листовку и свою программу, я не мог вам заранее написать, но тебе он зачитывал, что вы говорили. Смотрите, по поводу листовки и программы, я вот оставлял этот вопрос напоследок, но вот сейчас он назрел, смотрите, могу ли я попросить вас, по вашей программе, и по тому, что мы сейчас будем говорить и говорили, в смысле совместно с сильными новостями, через полгода прийти и, ну как уже у чиновника, у депутата, спросить за все вот это. Ну вот прям так, смотрите, если это все будет выполнено, я на канале сильные новости, мы говорим, что вот был разговор, это было выполнено, вот все, красавчик, снимаем шляпу, но если это будет не выполнено, ну мы также прям скажем, что вот разговор, вот было, вот не выполнено, ну прям, чтобы честно, чтобы потом не было каких-то вот, ну знаете, дополнительных обид, что я снова какой-то провокатор, который лезу, там копаюсь где-то, ну вот прям честно, если вы дадите нам это обещание, да, то, ну для меня, допустим, это будет какой-то определенный показатель, если вы готовы на это пойти, я думаю и зрителям будет интересно когда я приду через полгода да и мы с вами вот по по вот этому списку пройдемся как я как гражданин но этот список да это просто говорится о механизме да как решать ту или иную проблему я предлагаю в другом ракурсе поставить вопрос мы с вами работаем мы с вами работаем по тем проблемам которые вписываются в рамки этой программы об этом поговорим из тот механизм до который как бы мы предлагаем решать вот если эта проблема с дорогами мы предлагаем решать так капитальный ремонт а и вот мы с вами тогда собираемся есть проблема вокруг вы практически все проблемы вы знаете сильные новости тоже это как бы их конек посмотреть и показать как решить как бы не всегда знают но по крайней мере показать озвучить ему с вами есть проблема, мы ее решаем. И вот если при решении проблемы я побежал в кусты, вот тогда вы мне скажете, что вы не то говорили. У нас в парке пять туалетов. Три сверху, два снизу, плюс квартирник и Немо. В городе банально сходить в туалет негде, плюс безбарьерных туалетов в этом же городе. Практически нет. Люди, которые на колясках, в этом нуждаются. Плюс в Костюковке закрыли туалет. Костюковка это наш прием? Наш. Вот, вот, вот. Как так получается? В парке строим туалеты за полтора миллиона долларов, в городе в туалет. Ну не серьезно, негде. Я хожу с ребенком по городу, бывает ситуация, что мне приходится идти в кафе, в какие-то просить, заведите. А в Костюковке мы закрыли туалет. В Костюковке зачем? В Костюковке как бы были обращения, но этот момент, если взять из общего количества людей, поднимаете ему по туалету в Костюковке, это, скажем так, мизер. То есть он уже пошел как постфакт решения проблем. То, что решили по воде, то, что решили по части дорог заделали, он уже как бы такая цепная реакция. Вот нужно еще и это. Чтобы сегодня сказать, что это такая острая-острая проблема, то нет. Но она существует, и мы как бы к ней будем планомерно поступаться. Мы в городской ЖКХ обращались, когда главой сейчас работаю, информацию сейчас изучаем. Возможность финансирования в следующем году, как бы посмотреть, сколько в период того, как бы он уже износился, пока он не работал, сколько нужно будет денег. То есть вы держите эту ситуацию под контролем, я правильно понимаю, что это? Да, то есть она пришла постепенно, то есть она не была первой кричи, а сейчас она выходит как бы на такой первый план. Даже, наверное, на первом не скажу. Первое, это основное, это люди, то, что в Костюковке поднимают, это, конечно, те бараки, которые на улице Босинково, их нужно сносить. И строительство девятиэтажки завершит то, что возле охранного пункта. Мне просто не совсем понятно, как пришла такая идея. Ну, понятно, мне непонятно, как пришла идея строить два туалета за полтора миллиона долларов, это как бы одно. Но в то же время и закрывать туалет, но это прям вот как-то так, ну, я, конечно, прошу прощения, но мне кажется, это какое-то рецептимирное. Две вещи как бы абсолютно разные между собой не связаны. Не, ну, наш город. Потому что, опять-таки, они в разных районах. Не, ну, смотрите, вы как глава района железнодорожного, да, вы делите, ну, свои территории, как бы, понимание, да. Я, как житель города, да, смотрю на это просто. Я иду, смотрю, что полтора миллиона долларов тратится на туалет, не достраивается поликлиника, в городе негде сходить в туалет, а в моем районе непосредственно, ну, это мне люди написали, да, про Костюковку, да, закрывается туалет. И я, как вот обычный человек, вроде с нормальной логикой, да, и начинаю думать, да, построили два туалета, ну, значит, нужна, нужно, окей, согласен, значит, надо в городе строить туалеты. Бах, закрыли туалет. Зачем закрыли, если там открыли? Поликлинику не достраивают. У меня диссонансы, я вот прям не кривя душой говорю, непонятно. Я думаю, что, скорее всего, это из позиции, что в целом, как бы, набережная была выстроена, как бы, свой архитектурный ансамбль, приобрела люди, туристы мы туда вводим. То есть, это объект номер один у нас в Гомелеотдыхе, и, скорее всего, он должен был вот так сопутствовать именно такого качества, а не там поставить, как бы. Отлично. Объект номер один. У нас на районе, на железнодорожном районе есть проблема. Вы уходите в парламент, а застройка, на озере Бобриха, да, сейчас в самом разгаре. Мы с Валерой Слепухиным несколько раз приходили на встречу с вами и так далее. Вот. Хочу услышать вашу позицию по этой ситуации, потому что это может быть объект номер два в городе. Потому что, уничтожив зеленую зону полностью, мы ее никогда не восстановим. Мы можем построить 100 домов, убрать эти 100 домов, построить 100 туалетов за миллион долларов. Но природа, мы, ну, это же природа, какая? Ваша позиция, мне очень важна ваша позиция в данном случае. Необходимо посмотреть, как бы, две стороны медали, да. Есть одно решение, вот, мы и сегодня все, как бы, взвесим, да, и посмотрим. Вот есть одно решение по этой территории вот так, с такими-то социальными проектами, с такой-то социальной гарантией. Вот это, да. Есть вторая, та же самая социальная нагрузка, вот это, вот это, вот это. Что вызовет более социально положительный эффект, наверное, к этому нужно будет склоняться, в том числе, как бы, и с позиции населения всякого. Я бы здесь, как бы, вот так рассматривал эту ситуацию. Я задавал вопрос по поводу жалобы, по поводу взыскания, ну, вам, да, вот, с начальства, там, 20, как они правильно называются, в общем, не суть. Почему? Я же не просто так его задал. И по поводу застройки тоже. У нас были застройки на детских площадках. Какова ваша была позиция на этих площадках? Вы были за строительство или против строительства? Ну, если вы касаетесь улицы Тимофеенко, то там, да, там мы не поддержали, администрация не поддержала точку мнения, как бы, городского округа, как бы, высказала свою, но... Я вам хочу еще так вот немножко коснуться в систему внутренней, да. Есть же четкое понятие, которое простым гражданам, как бы, они далеки, наверное, им это не нужно. Но есть четкое понятие государственность, да, государственная политика, государственные требования, есть понятие ведомственного интереса. И зачастую ведомственный интерес перехлёстывать интересы государственных институтов, государственных власти. И в какой-то момент, может, упустив, подпустим нам так экономический вопрос, экономическая какая-то прибыль, мы теряем, как государственная структура, политические баллы. Иногда просто необходимо на это смотреть и где-то отодвигать. Поэтому конфликт вопросов государственных и ведомственных интересов, вот эта тематика, о которой нужно будет и в парламенте нам смотреть и говорить, что не всегда нужно преследовать исключительно ведомство интерес, где порой ведомство лукавит, схитрит свои вопросы. Поэтому в данной ситуации мы защищали государственный институт власти и с учетом того, что это был период выборных политических знаковых событий, конечно, нам пришлось выступить против ведомственных интересов, против интересов строителя, которых хочется бросить в центре и все. Нам нужно другую позицию было занимать, это мы прекрасно понимаем. Получили вы за это какие-нибудь взыскания дисциплинарные? Я не знаю, не знаю. Нет? А ваша личная позиция по зеленой зоне в Бабрике, личная, есть она внутренняя? Я сейчас спрашиваю, как у человека, а не как главу района. Вы же меня не как человека сюда позарили, потому что у меня позарили как главу. Мне было бы интересно, вы пойдете в парламент. Будете ли вы отстаивать интересы людей с этой застройкой непосредственно зеленой зоны? Потому что я вам точно говорю, что очень много людей против этого и обоснованно аргументируют. Плюс ко всему, с учетом того, что у нас событие знаковое, сегодня день праздник, Валерий Слепухин говорит о том, что у нас есть места, где были какие-то захоронения определенные. Возле дворца спорта. Плюс ко всему, есть определенные наработки, что предлагают простые люди. Может быть, как депутату включиться в эту работу и предложить, как вы сказали, с точки зрения опыта и знания, кому сказать, кому постучаться и помочь нам оставить эту зеленую зону. Потому что, вы же понимаете, что зеленая зона, это же она не останется Валерия Слепухина, который отстаивает эту территорию, или мне, например, который как-то помогает. Она останется для жителей города, потому что насаждение, вот если посмотреть карту, это очень интересный момент. Вот железнодорожный район, железнодорожные пути заканчиваются, тут зеленая, а там песок, пустыня, новые районы, зелени нет. Страшно, мы вот все время, президент об этом говорил, душно в Европе, каменные джунгли и так далее. Я не хочу, чтобы наш город превращался в каменные джунгли. Поэтому мы и проводим сейчас посадки деревьев. К этому мы вернемся, это тоже очень, даже так, мне не совсем понятно. Давайте я отвечу на этот вопрос. Будучи депутатом, ну как бы это, я сказал, что есть две стороны медалей, учитывая социальный аспект, социальную справедливость. И обозначив, что ведомственный интерес не всегда должен превалировать, и даже, наверное, в большей части не должен превалировать над государственным интересом. Есть государственный интерес, но в государстве, а ведомства это создано государством, и не всегда должны учитывать эту ситуацию, а не спекулировать минутами какими-то экономической выгодой, которая впоследствии, к сожалению, окажется. Даже при учете денежной инфляции, которая каждый год потихоньку идет, если мы относимся к деньгам. А вообще, как бы, мудрые и великие люди, которые, как бы, жили давно до нас, они всегда говорили из позиции философии, что в жизни нет ничего дешевле денег. Вы садили на советское деревье. У меня даже фотографии есть. У меня прохожие скидали. На победе. На победе, на победе. Ну, в смысле, по нашей советской, на победе. Я видел, как вы там что-то с лопатой делали. И я ждал репортажа. Если честно, я хотел зацепиться, мне же нужно, да. Я его не дождался. После этого мне скинули жители, мы вернемся к этому району, высаживали Рябиновую аллею, да, тоже с лопатой. И опять на БТ нету информации. Ну, мне непонятно. Я вижу вас в Инстаграме, вы встречаетесь с людьми, вы говорите, мы пройдемся чуть позже об этом, да. То есть вы ведете деятельность, и я не вижу вас на телевизоре. Ну, это просто какой-то нонсенс. Для меня лично непонятно. Объясните. Я скажу вам, как бы, честно. Сажая деревья, как бы, на улице победы, да, я абсолютно ни в коей мере не связывал это с политическим ходом, с политическим трюком в депутатской, да. Это с одной стороны, потому что я вырос, я по этой победе ходил, гулял. Я это помню еще, когда там был кафе «Колосок». И помню те липы, которые там стояли. У меня была возможность просто, да. Это у меня заняло час. Час времени, да. Я буду по ней гулять с моими детьми. И мы там купили хорошие деревья посадили, потому что это я. Депутатство здесь абсолютно ни при чем. Во второй ситуации, во второй ситуации, то, что мы вместе с цирком Абелем, знаменитым, сажали аллею Рябин в честь Валерия Абеля, я был благодарен, что они меня пригласили к себе. Здесь основная моя цель, да, что я смог присоединиться к этим людям, сильным, которые прославили Костяковку, Гомель. Они прославили Республику Беларусь. Я был вместе с ними, я почувствовал задор этой детворы. Я почувствовал уверенность их учителей и тренеров. Я почувствовал вообще ту атмосферу победы нашей в глубинке, которая в мире. Вот я с ними. Депутатство, да, я депутатство сегодня иду, потому что я вижу, кто туда и туда. Я не хочу, чтобы мои дети в железнодорожном районе обсуждали тематику сельского хозяйства. Или основная задача была у них все время предъявлять там претензии к власти. Нет, я хочу, чтобы они жили счастливо, как я жил, то, что мои родители, бабушки, дедушки, после войны им не было легче, чем нам. Вот поэтому я как бы основное. А эти две картины, они абсолютно подчеркнули. Да, можно было их использовать. Почему не использовать за обе? Нет, нет. Их нужно было использовать? Ну, да. И в душе спокойно. И в душе хорошо. Это ваше было решение? Да, это моя душа. Безусловно. Но на аллею меня как бы пригласили, потому что как бы я не знал, но меня пригласили, и Арашу меня пригласили, и позволили с ними. Вас пригласили? Откуда ребят? Слушайте, я не знаю, мне кажется, что рябину украли, я ворованную рябину сажал, что ли? Хватит. Мы сделали доброе дело, давайте как бы... Вот мы для себя как бы приготовили ролик, и я думаю, что, может быть, на следующей неделе нам удастся его как бы запустить. Все работа, которая проделана в районе, где как бы и Костяковка, и открыт детский дом, который мы открыли вместе с предпринимателем Михаилом Дреером. Хотя его строительство начиналось на почве определенного конфликта, то есть его стояние легкого между администрацией и человеком, который на нашей территории. Но я хочу заметить легкого, никакого. Но в итоге мы, в общем, сделали доброе дело. Вот здесь, да, вот здесь я получил выговор, да. А тут и меня выговор, да, бил. Но мы сейчас с Михаилом друзья, мы не перейдем на другую сторону, если будем видеть друг друга. Мы поздороваемся, никаких проблем. И когда вместе с ним мы видели детей, для которых он построил дом, их глаза, приемные родители, которые его принимали, мы все прекрасно поняли, и у него искра в сердце, и у него искра в глазах. Наверное, если бы была какая-то другая ситуация, такого бы знакового дела, может быть, он бы как бы и не совершил своей жизни. Не, вы говорите, а я, он как бы получил удовольствие. Про Костюковку. Мы много говорим про Костюковку, мне написали люди, да, если быть точной девушкой у нас, да, и сказал однословно, да, вы проводили воду в Костюковке. А что с Еремин? Вот пишут люди, что 21 век у Еремина попросят, и они сказали, что не говорили с вами на эту тему, но вы сказали, что вы не готовы отдать ответ, что-то, в общем, долгий диалог был. Меня вопрос волнует в том, что в Костюковке провели, а в Еремине нет. 21 век вода должна быть, почему ее нет? Да, я встречался с учетом того, что сейчас, как бы, Еремина входит в 31 округ избирательный. Раньше, конечно, эта тематика не знала, потому что мы прошли транзитом, и ЖД района, как бы, оказались на своей же территории в Костюковке, работали. Такая тематика есть, ну, и я могу сказать, что над этим местная власть, да, районная исполком, они, как бы, работают. Есть там определенное движение, и в случае, как бы, избрания меня депутатом, ну, почему избрание, не то, что я, там, спекулирую сейчас на этом. Чтобы у меня были юридические полномочия, потому что точно так, как если кто-то придет из других глав или председателя исполкома и начнет мне рассказывать, что мне нужно делать на своей территории, как бы, я так отреагирую, да. Точно так я понимаю, что я, когда приду к другому человеку и начну, слушай, у тебя там недостатки, давай там, да. То есть, я понимаю, есть служебная ИЦКО, которую нужно соблюдать, понимать, помочь коллеге, да, если, как бы, там, Виталий Витальевич, что-то у меня на территории, то рядом твой автопарк, дай, пожалуйста, автобус, никаких вопросов. Но, как бы, показатели каких-то других моментов, это некорректно и неэтично. А уже получая юридические такие основания, как депутата, тогда мы, как бы, вместе, я думаю, этот вопрос, с учетом того, что уже вода прошла, там, только технические вопросы о закольцовке, наверное, скорее всего. Ну, то есть, вы можете связаться потом, или люди с вами свяжутся, вы поговорите. Давайте, кстати, один из вопросов будет, который мы с вами решим, если будет депутат, мы сейчас запишем. Да, да, давайте заставим вот этот вопрос, потому что мне человек написал имени Нану в Фейсбуке, я потом могу дать. Вот, одна из вопросов, вот, один из вопросов, я вот почитал вас там, очень удивился, и я хочу об этом поговорить, потому что это моя тема. Поликлиника в новой жизни на первом этаже. Вот, чтобы люди знали, очень интересный момент, я приходил, мы с вами обсуждали этот вопрос, я объяснял, как у меня пришла такая идея, вот. Врачи ходят туда, ездят туда, к людям помогать в новую жизнь, и очень много ездят, и целесообразно построить там, ну, мы с вами обсуждали, но людей целесообразно выделить место. Причем, с учетом того, что УКС не против, в общем-то, пожарники не против, вот, я писал, ко мне пришел ответ, что администрация журнодородного района на ваше обращение поступила в ходе проведения личного приема с головой адвесом. Сообщаем следующее, что, в общем, отправили на горосполком, важный вопрос, в связи с тем, что у вас много жалоб, жалоб, как они правильно называются? Обращение. Нет, 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 в горосполком это 20 штук, он написал. Ну, да ладно. Как-то к этой теме так... У нас есть показатели, а то люди подумают, что, как бы, меня там 20 в гору, меня, как бы, выгоняет отсюда, что ли? Нет, контракт продлен, контракт продлен, это первое. Второе, я тогда скажу, как бы, о результатах района, которые за эти пять лет при наличии взысканий достигнут. Ну, дайте я скажу, что будет, чтобы я не волну, а то сейчас люди подумают. Я задал вопрос, почему я очень сильно переживаю за то, что вот эта тема, которая максимально важна для людей, да, и из этих вот уговоров, которые они вам дают, да, вот, как любой нормальный человек, ну, я считаю, да, что, ну, типа, ну, я дал вам информацию, и все. Ну, исходя из этого ответа, который, как бы, дал, как бы, первый заместитель, исполняющий обязанности, как бы у меня, здесь состоит тематика в том, что сегодня финансирование, то есть, мне понятно, финансирование отраслевое, оно идет, как бы, по признаку городскому, то есть, у нас в администрации нет ни отдела здравоохранения, ни отдела под строительством, поэтому идет отраслевое финансирование, и эта тематика будет непосредственно уже обсуждаться с городом, и по всей вероятности, с учетом того, что идет новый финансовый год, вот сейчас мы постараемся при верстании бюджета, и не исключено, что на новой сессии, когда городскую будут утверждать бюджет, возможно, как бы нам удастся с городом и пробить там определенное помещение под поликлинику. Тем более строится новый микрорайон, строятся дома, где можно, вот сегодня у города, как бы, хорошая практика, детский садик на первом этаже построить, я думаю, что этот вариант работы и дальше, как бы, будут использовать. На юбилей на 10, 10, делается дворовая территория, откуда деньги? Значит, юбилей на 10, значит, жители этого дома, они обращались к нашему председателю областного совета, ну, и в областной исполнительный комитет, что рядом дом, где два года назад делали компримут, ну, привели дворовые территории в порядок, и, как бы, было связано это решение, было обращено внимание, что необходимо, как бы, обратить в чем вопрос. У нас хорошая практика, в целом, в городе, в области хорошая практика, когда проводим субботники. Проводим субботники, собираем деньги, и вот эти деньги потом направляем на благоустройство тех территорий, которые люди собрали. В данной ситуации, вот именно использован такой механизм, это деньги нашего субботника, и люди видят, куда они ушли, прямо что-то вот к ним. Вот, вот, следующие субботники, как, ну, и другие, вот, на Сильмаше вы видели, что мы, как бы, поставили шары, шахматную зону такую красивую, это тоже, как бы, финансирование субботников. Люди прекрасно понимают, что, раз мы вышли на субботник, вот эти деньги, которые мы показали наглядно, где они сделали, для пользы. Смотрите, ну, я, в общем, много говорил за дисциплинарное изыскание. Смотрите, я хотел сейчас поговорить о другом. Смотрите, расскажите, что было сделано в районе, да? Я не говорю, что я не вижу хороших, я вижу хороших. Просто хорошие обычно снимают в БТ. Я учился в 25-й школе на Сильмашу, да, ученик в 25-й школе. То, что удалось одной из моментов сделать, то присвоить этой школе звание Героя Советского Союза Бориса Царикова. Он учился в этой школе, в Улове погиб. Вот это первое начинание, то, что мы начали с директором 25-й школы, этот вопрос, да? Теперь у родителей этих детей, которые выпускаются, два аттестата. Один аттестат у родителей, где просто США, номер 25. И второй аттестат уже у детей имени Героя Советского Союза Бориса Царикова. Вот это, как бы, я считаю одно из достижений у вековечения. О том, о чем наша молодежь, смотрите, знает. В 17 лет Герой Советского Союза и не за Мерседес то, что он взял, и не за БМВ, который он мог купить, или не за коттедж, который, да? Он удал жизнь. Перед своим днем рождения его, как бы, снайпер снял. Он семь раз в Днепр переплевал под шквальным огнем усни. Вот за что. Вот это у нас, как бы, должно становиться. Создали четыре патриотических класса. То, о чем говорит глава государства. В 25-й школе мы создали... У нас же в этом районе? Да. В 25-й школе класс, это под эгидой вне ведомственной охраны. В 9-й школе это класс МЧС. В 44-й школе это класс Следственного комитета. И вот сейчас, о том, когда глава государства говорит о патриотизме, в армии нужно служить, мы в 57-й школе создали, вместе с внутренними войсками, первый в республике, класс внутренних войск. Вот это такая положительная, ну, скажем, легкая динамика. Это совсем недавно произошло, да? Ну, поэтапно. А вот на 1-й сентября это все поэтапно как выгодать. Я просто знал, что раньше одна школа, единственная была третья школа, где там патриотическим уходом. А сейчас... Теперь наш район тоже включился в это, да? В 15-м году мы создали внутренних войск. В 17-м это класс Следственного комитета, вместе со Следственным комитетом, в период, наверное, между 16-м, наверное, или 17-м МЧС. И вот в этом году класс внутренних войск создали, как бы вся эта тематика. Это такая, как бы, легкая идеологическая, политическая составляющая, да? То, что необходимо для нашего общества и воспитания. Сегодня детки вот входят в форме, родители, да? И это вот просто... Самое на линейке 1-го сентября, то, что произвело фурор на детей и родителей, это не наше выступление, а еще-то как хорошо, да, мы сделали. А когда вышли ребята из спецназа, и когда показали свои показательные выступления, вот это и детвора хлопало, и родители были в восторге. Вот это, как бы, было понравилось. Если включать такую более тяжелую экономическую составляющую, то это то, что район в 17-м году занял первое место по социально-экономическим соревнованиям в городе, к нам пришло знамя, район был на доске почета, и 9 лет знамени в районе, как бы, не было, да? В промежутком 9 лет. Вода Костюковка, 12-я школа Стадион, 45-я школа Варкаут, Советская 97-м, может ли, рынка. Вы помните дорогу? Да, это вообще же демонстрация. Это, опять-таки, там бюджетных денег не было. То, что нам необходимо, была поставлена задача, исключительно, скажем так, понимание этой проблемы со всех сторон, о чем опять говорит глава государства, социальное партнерство. Мы за 20 лет создали бизнес, мы создали богатых людей. Их не было, когда разваливался союз. Их не было. Они стали за 20 лет. Теперь глава государства – это социальное партнерство. Повернитесь. И вот здесь нам удалось использовать этот механизм социального партнерства, и предприятия, которые были рядом, комплекс партнеров, Доброном, Пятый элемент. Мы с ними поговорили, вместе собрались. Наша работа, ваши денежки сбросились, и за счет них мы этот участок метров, наверное, 400, как бы сделали. То есть, может, там знак стоял, что там цепиям, вот это меня прямо обращают. Это как бы, да. Многое можно, как бы, говорить о чем. Но самое основное то, что мы район сохранили, мы его, как бы, так, не сделали людей хуже, которые в нем живут, они стали лучше. Поэтому вот обращаясь к вашему телевидению, к вашему, как бы, каналу, я хотел бы попросить вот ту токсичность в человеческих отношениях, которую вы порой создаете, показывая определенные моменты, как бы немножко не в таком аспекте можно говорить и обсуждать. Потому что сегодня и так достаточно раздражителей, которые это делают. Сегодня можно с вашей позиции, как бы, помогая говорить о разных вещах, да, беря вопросы и помогая. Помогая экономике, да. Почему мы сегодня, когда президент оказал финансовую помощь Комсельмашу и Стеклозаводу, да. Почему это прошло только в одном русле, что это убыточные предприятия. Они не убыточные. Сегодня идет жесткая конкурентная борьба, да. И заработная плата, которая пришла к рабочим, она пошла же к тем, о ком мы с вами говорим, да. У предпринимателей на базаре купили что-то, в магазине купили, они ушли в нашу экономику и все от этого выиграли. Я считаю, что вот, ну, не могу с вами согласиться, возможно, вы правы, я не экономист ни разу, да. Но мне кажется, что финансировать предприятия, которые действительно три года, сейчас они ушли в ноль, вот Семаш, например, да. Но, в общем, нужно как-то развиваться, уходить от плановой экономики. Мне кажется, это будет правильно. А вы хотите сказать, что у честной фирмы нету плана? Нет, плановая, безусловно, есть, но плановая экономика, она по себе неэффективна. То есть, точнее, не так. На начальных этапах она очень эффективна, но легкий есть. Давайте я вам как бы скажу, в чем нас запутали, и почему нас в период перестройки все это сбили, и почему, да. Есть конкурентная борьба, да. Мы сегодня знаем, что сегодня на рынке Джон Дири, Ягуар, Клаш, да, Рост Сельмаш. Это их деньги. И сегодня нам нужно это отодвинуть. Мы должны видеть эти деньги. И если мы сегодня не будем планировать, и не будем знать, как в этой борьбе с ними бороться, то поверьте, а хуже всего, хуже всего, да, с учетом того, что когда наши сельхозники начинают о нашей продукции, говорит, я же как бы ездил и смотрел отношения к своему комбайну, да. Попробуйте, чтобы Немец сказал про BMW или про Mercedes плохо. А сегодня наш комбайн Гом Сельмаш прогнали по вот таким полям, пришли, бросили у себя на меж дворе. На классе или на Жундире проехали по ровненькой дорожке, обмыли, и потом говорят, да Жундир бы развалился на этом, если его по таким же полям пропустили, и потом сколько стоят те запчасти. Правильно, потому что председатель колхоза, который там руководит, он, значит, не на своем. Потому что мы живем по принципу, что у соседа всегда малина слаще. Ничего подобного, иногда нужно думать о себе. А чтобы малина была сладкая, за ней нужно работать и смотреть. Я хочу вас поблагодарить, что вы пришли еще раз, потому что, ну, я считал, что нам есть что друг другу сказать и что спросить. По поводу вот программы и того, что мы с вами говорили, я надеюсь, мы с вами договорились и в будущем, ну, все же мы сможем, да, прийти к вам и проговорить это, и посмотреть все. Я хочу сказать, что если ваш репортаж выйдет и вы не струсите, да, ну, и часто говорите, что как бы мы чиновники трусим, да, если вы не струсите и выйдете этот репортаж, то я в дальнейшем с вами полностью готов сотрудничать по всем болевым темам, по всем болевым темам, да, будучи депутатом, я готов. Реально, чтобы и ни в коем случае не давать социального напряжения, потому что это всегда есть вопрос решения проблем. Если, конечно, вы побоитесь... Мы никого не боимся, потому что мы действительно независимы, и нам боятся нехтого. Посмотрим. Хорошо. Посмотрим. Все, спасибо вам большое. С праздником. Продолжение следует...